Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей, мы продолжаем работать в Элмкрике вместе с Джоанной, и разбаговался тюк у нас, ну все, поднимается, опускается, его сейчас отвезем туда на место, пускаем там с остальными вместе ферментируется, чтобы здесь не мешался, и продолжим заниматься полями, сегодня в планах у нас что? Сегодня в планах объединить поля 41 и 39. Вот эти вот, они промульчированы, они удобрены, вот сегодня, наверное, работники будут работать по минимуму, в основном будем мы с вами заниматься вручную. Серия, наверное, будет для противников курсплея как раз. Все, пусть этот трактор здесь живет пока. Так, а мы заведем плуг. Запустим, точнее. Так, остальные все поля вроде как обработаны, да, эти растут, эти 53 и 28 в следующем месяце у нас созреют. Так, по составу почвы все нормально, здесь на один раз удобрено. Здесь после объединения мы посадим опять-таки траву, потому что пшеница у нас на 30-м поле растет, а ячменя у нас пока хватает. Вот, а в октябре мы можем только эти культуры, ну и траву, соответственно, стополем. Нет, не стополем. Трава, а, посевная редька. Да, трава, пшеница и ячменя, это нам уже ничего не надо. Поэтому давайте плуг соорудим. Вот сразу проведем границу, и Джоанка еще хочет вертяк один сделать. Вот эта вот трава, что будет перепахиваться, тоже ее скосить, давно уже говорят про это. Так что, вот так вот где-то давайте еще прихватизируем земли. Я вот единственное боюсь, что... Чтобы здесь дорога нам не мешала. Так, смещение у нас куда? Смещение туда. Значит, плуг лучше развернуть. И смещение, по-моему, 0.15, а я вот не помню, 0.5 нужно, мне кажется, полметра сместить, не? Ну, это не то. Или 0.2 я делал. Что-то я не помню, сколько я уже делал, пора уже запомнить, но, к сожалению, память... Память у меня, да. Где надо, работает, где не надо, не работает. Ну-ка, если вот здесь вот мы попробуем проделать такую финтибобину, проканает это все или нет? Так, разрешить создание полей, если что, потом зарисуем. Так, ну, в целом, по линиям идет. Я просто сейчас намечу, а остальное все мы потом, если что, скосим. Главное вот здесь вот, чтобы дорогу не зацепило. Если дорогу зацепит, он может там не вспахать просто-напросто. Так, и вот здесь вот я планирую такой вот пологий поворот. Дело в том, что когда угол не 90 градусов, у нас... Оставляют косяки после себя. Ну, в том смысле, что углы не доделаны и так далее, и тому подобное. Так, все, вот вышли. Здесь же вот сгладил я угол, он мне надоел. И вот здесь тоже вот такой поворот, так сказать, будет. Может, и там сделать, слушайте. Там что-то как-то остро у нас. Вот здесь вот я еще пройдусь. А, понятно. Да, вот здесь вот такое скругление небольшое я бы тоже сделал. Так, и там, наверное, даже не закруглим мы, а вот этот вот угол. Ну да, закруглим, по факту. Планировка ландшафта, окрашивание. Трава. Как-то так, что ли. И пойдет. Вот, ну и там давайте тоже наметим. Так, а там что за черное пятно? На поле. Вот это вот что такое? Ах вы бракоделы-то поганые. Мульчатеры. Я не знаю, почему он здесь не демульчировал. А, оставил кусок. Ну и ладно. Из-за этого я мульчер уже гнать не буду. Пере... Это самое, перекультивируется. Так, мне нужно вот здесь вот соединить. Их между собой. Так, плуг развернуть и сместить немножечко вот сюда. Вот так. Блин, а то поле пошире получилось, да? Тогда вот отсюда погоним по этому краю. Как-то так, что ли. Ну-ка. Еще я сдвину. Что-то я боюсь, что он лишнего зацепит. Ну-ка. Во. Самое оно. Как раз. Здесь немножечко краешек мы увеличим. Ай-яй-яй-яй-яй. Я же GPS-ку не включил. Вот же ж. Ёлково-палково. Так. Накосячил. Но у нас есть волшебное. Волшебный ластик, да? Который это все может подправить. Вот так. Блин, как я не включил это? Во. Я обрадовался еще. Едет как красиво, да? Вот здесь ровненько, да? А там, там в начале Как-то было это. Ну ладно. Или там трава наполена. Это самое. Все. В целом пойдет. Так. На всякий случай поставим пахать только на полях. И теперь будем траву скашивать и собирать птюки. Этот пока отдыхает у нас. Эти тоже пока отдыхают. Потом все. Заставим их культивировать. Маки я перегнал сюда под навес. Подумал, подумал все время оттуда туда ездить за прицепами как-то не это. Вот. А гараж мы потом чем-нибудь забьем. Ту же машину наверное будем ставить. Амбар все-таки это не для автомобилей. Так. Решил я вот этот взять. И он у нас возьмет тюковщик. И вот сейчас друзья раз мы будем делать все вручную сейчас я поставлю на косилке волок. Многие мне об этом постоянно напоминают но я уже неоднократно объяснял не знаю люди то ли не сначала смотрят то ли забывают что я говорил. Почему я на косилке не ставлю сразу чтобы она делала волок. Вот. Дело в том что радиус поворота трактора не такой маленький как у косилки. Косилка поворачивает круче скажем так. У нее радиус поворота разворота меньше. И если после нее запускать работника по этому волку то на поворотах он не захватывает всю траву я имею ввиду тюковщик. Так что я руководствуюсь вот исходя из таких соображений. Вот. А за валковой жадкой трактор попадает след вслед а за косилкой нет. У косилки колеса там поворачиваются сразу фиг знает насколько нифига ты рассчитал маршрут вот смотрите о как она поворачивает трактор так не повернет однозначно едешь нет поехали развернуть газу на косилку вот эту вот не будем скашивать а ту которая будет перепахиваться вот ее скосим так выбрана ширина волка сменить рабочую сторону control y волок соломы вот вот так да слева справа волок соломы посередине вот так так теперь нужно на этом красавце включить аппарат сначала работника выкинуть надо теперь заново м а или а а искус Pearl или резко поворачивает и трактор может не попасть на этот волокон поэтому я волокна косилки никогда не делаю часто я вот самостоятельно регулирую стараюсь чтобы резко не поворачивал наш аппарат а работники вот допустим вот он косит косит потом раз ему приспичил и он вот так вот резко практически на месте развернулся и волок также вот а работник наш не сможет на развороте проехаться точно по следу вот смотрите сейчас как он будет ехать видите видите поэтому он на поворотах будет промазывать скажем так не попадать волок мимо волка будет это проверено так что здесь мы еще пару-трой путюков может быть и выцепим вот это мне сказали когда я вон там поля объединял там же такой кусок знатный тоже мы примахнули там тоже ничего не скосили интересно текстуру меня это ну скажем так почти мы без наемных работников да трудимся сейчас скриншот за сделаю потому что не знаю какой момент буду ставить на обложку так ну вот и все в общем и целом сколько раз два тюка все таки только то не 3 ну и ладно вот видите он здесь вот под повернул резко и вот такие вот эти остаются вот здесь я еще не резко поворачиваю на косилке наемные работники когда по курсплею довольно резко поворачиваются так надеюсь я объяснил и больше мы к этой теме возвращаться не будем хотя я в это не верю все равно найдется человек который начнет смотреть летсплей с конца они с первой серии и спросит а почему ты на косилке не ставишь волок надо кстати поставить опять на всю ширину а то я забуду и запущу ее где-нибудь вот так я думаю эти два тюка мы вон тем трактором с виллами соберем не буду я даже не знаю где-нибудь никакой подборщик сюда тащить а вот здесь сейчас трактор пилится нет смотри-ка проехал теперь можно во всю ширину ставить так значит те сразу камни сборщиками цеплять да и все так вот вот хорошо Тоже камнесборщик и маг с прицепом для камней. Так, один у нас еще одна сейлка, а вон она стоит, не забыть бы где она, новая это уже на новом хоздворе, а это здесь. Так, сейчас быстренько тюки соберем этим трактором. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Все, положим вот здесь, чтобы хомяк разомлел. И айда пахать. Что-то корову почернели, что ли, мне кажется. Бурая швицкая. Тоже бурая швицкая. Эти коричневые, те какие-то черные. Или они разного оттенка бывают. Шесть месяцев. Все есть вроде. Так. Давайте оттуда начнем. И здесь сразу сделаем две-три загоночки. Сейчас скажут, плуг ты неправильно развернул. Я по смещению плуг разворачиваю. Я знаю, что нужно туда. Ну или, как вариант, сделать, инвертировать смещение. Тогда плуг мы развернем правильно, как люди хотят. Так, сначала разрешить создание полей. И вот так. Два. И вот так. Три этого будет достаточно для того, чтобы потом вдоль пахать и не вылезти за границы полей. Все, погнали туда. И вот отсюда начнем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, теперь флук правильно, да? Угодил? Ну, вот это не сарказм, это просто люди хотят больше реализма. Я знаю, что в реале начало плуга, вот которое ближе к трактору, пускают в сторону пашни. Просто здесь я обычно пускаю в сторону смещения, как удобнее. Сейчас вот сделали все по фэншую, что называется. Мне интересно, курс плей схватит сразу все поле или нужно будет в игру перезаходить. Если нужно будет в игру перезаходить, тогда работяг мы будем на эти поля запускать уже в следующей части. Я же обещал, что летсплей будет долгим и нудным, надо же обещание держать. Субтитры сделал DimaTorzok Так что прихватизация дубль 2 у нас получается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Глаз! Все здесь без GPS доделаем Субтитры делал DimaTorzok Вот так Погнали! Субтитры делал DimaTorzok О! Так Ага! Воно как! То есть тут нам еще известью надо полностью будет закидать Почему? Потому что если мы закидаем только это поле Потом потребует вторая половинка А так я не люблю Если уж закидывать, так закидывать Значит они у нас удобрены Правильно оба Так и судя по всему Вот эта вот часть Да, тоже худо-бедно удобряется Но я сейчас специально здесь Именно ради нее не буду разбрызгивать Вот, а мы с вами По мере Обработки этих полей Удобрения эти сравняются Сейчас Вот это вот все поле нужно будет Известью забрызгивать Часть у нас есть В нашей дробилке Часть в амбаре И в мешках сложено Ну и те камни, которые соберутся вот с этого поля Также будут пущены в дело Туда проходит И сюда проходит КОНЕЦ 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 Ну вот и все, народ Теперь у нас одно большое 41 поле Так, пахать только на полях Сложить круг И Поудалять нафиг все курсы 39 и 41 поля Сразу, пока не забыл Так Поехали 41 поле Удалить Удалить Ох, сколько я их понаписал 39 поля 39 поля 39 поля Так, 38 поля Не зацепить И последний, да? Да Все Все Ну и сейчас надо Посмотреть Зацепит ли курс Плей поля по-новому Или же нужно Перезагружать будет игру Если перезагружать То тогда Серию закончим Вот 19-й 17-й 15-й По крайней мере Чтобы курс Плей Новые поля Схавал Объединенные Нужно было игру Перезагружать Потому что После загрузки Курс Плей Сразу считывает Информацию С карты Ну, раньше так было Сейчас не знаю Новый Курс Плей Ему там Интеллекту добавили Будь здоров Может он Уже Что называется Онлайн Это все Чухает Так Где-то у нас Тут клуб стоял Давайте его поставим Место все равно Теперь Километр Так Ну-кася Ну-кася Нам надо Культиватор Правильно Запустить Правильно И сделать Наверное Парочку Поворотных Полос Поле уже Такое Серьезное Дать Работу Вот Здесь На карте Его сразу Видно Что оно Такое Большое Хорошее Но Увидит Ли его Курс Плей Увидел Увидел Слушайте Правда Он умный Стал Что ли В режиме Онлайн Работает Прям А когда Вот все Это Объединим У нас Будет Одно Большое Тридцать Девятое Поле Потому что Посередине Значок А сейчас Пока Сорок Первое По Большей площади Так Ширина 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 8 метров Два Орудия Количество Поворотных Полос Две Теперь Можно Сделать Потому что Я помню Вот здесь На повороте Там Около Ручья Торчит Такой Нехороший Торчатель Начать С поворотной Полосы Острые Против Часовой Стрелки 7% Нахлёст По кругу Челночные Проходы Вот так Да Да И вот Что у нас Получилось Ой Ко мне Сборщики Замучаются Так Поехали Сохранить Курс 41 Поле 2 По 8 Метров Так И влево С начальной Точки Вперёд Сразу Хочу Сказать Почему Я Не Использую Сеялки Скажут У тебя Типа Культиватор На Сеялках Чтобы Камни Были Вот Мне Камни Нужны Для Извести Я опять Таки Это Много Раз Повторял Но Наруто Пускает Из виду Так Право С начальной Точки Вперёд Блин Угол Живом Уже Срезал Вот Какого Всё равно Оставляют Смотрите Полоску Срезал Чтобы Не Оставляли Они По Другому Теперь Оставляют Ну Изверги Ну Вот Как С вами Бороться Ничем Неприятности Неприятности Как Говорится Мы Переживём Зато Вот Здесь Благодаря Вот Этим Сглаженным Углам Всё Более Менее Нормально Так А вот Сейчас Посмотрим Сколько У него Стоит Там Отставание 75 Метров Ну И Вот Он Просто Притормозил Чтоб Пропустить Его И Всё Или Ждёт Ждёт Расстояние Серьёзно Посмотрим Посмотрим И Главное Чтобы они Друг В друга Не Втыкались Остальное Всё Как говорится Дело Такое Всё Народ Будем На сегодня Заканчивать Ребятишки За кадром Уже Поработают С Культивации А то Серия Получается Не совсем Ручная Я хотел Назвать Её Ручная Серия Что Мы Всё Вручную Делаем А тут Друг Курсплей Запустил Работники Поехали Нехорошо Надо Чтоб Всё По Хэншу Увидимся В следующей Части Всем Удачи И Всем Всего Редактор субтитров